Строительство двух новых котельных позволит подключить потребителей на новый теплоисточник и повысить качество предоставляемых услуг. Такой объем инвестиций в переоборудование теплосетей стал возможным благодаря переходу в 2020 году на модель «Альткотельная». Работы по проектированию одной из котельных мощностью 1,5 мегаватта на улице Трубной начались весной, а уже в мае этого года специалисты приступили к строительству. На сегодняшний день объект полностью оборудован и готовится к сдаче в эксплуатацию. Котельная полностью автоматизирована, то есть диспетчера здесь и нету. Она полностью выведена на пульт диспетчера, который обслуживает несколько таких котельных по городу Самаре. После завершения оформления всех документов она запитает часть многоквартирных и частных домов, расположенных на улицах Трубной, Рыжевской и Ильтонской, за железнодорожным переездом. Стоит отметить, что параллельно в Куйбышевском районе города ведется строительство второй, более мощной котельной. К ней подведут теплосети, которые смогут отапливать дома на 116-м километре и 25-м квартале. Работы ведутся департаментом городского хозяйства и экологии совместно с ресурсоснабжающей организацией. У нас схема теплоснабжения изменена. Одна котельная сдана, уже стоит под нагрузкой. Абсолютно новое оборудование, что особенно радует. На 99 с лишним процентов это оборудование российское. Здесь практически нет импортного оборудования. Жители будут получать стабильное, хорошее тепло без всяких проблем. Строительство этого объекта позволит обеспечить теплом порядка 40 домов, в которых проживают более 239 жителей Куйбышевского района. К слову, именно они просили решить давно наболевший вопрос отоплением. И он был рассмотрен в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самары и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. После того, как все документы будут проверены и утверждены Ростехнадзором, дома будут переподключены к новому теплоисточнику. Ольга Павлова, Константин Головин. События.